Тем не менее, anyway, мы сегодня с вами на лекции 5, она же 456, соответственно, 4, 5, 6. И мы с вами начинаем сейчас с обходов, обходы графов. Дело в том, что мало говорить про граф с точки зрения локальной связности. О, вот эта вершина, вот ее смежные вершины, это прекрасно, но нам необходимо выяснять как-то по ним путешествия. Это, собственно, называется traversal, да, traversal. Путешествия по ним. Значит, первое, с чего мы начнем, это с полного перебора всех возможных траекторий. Но, как вы понимаете, есть такая тонкость, которую я вам в прошлый раз говорил. Что вот у меня путь из А в Б на самом деле не единственен, вот в таком графе. Например, А, Б это вполне себе путь. А, Б, А, Б тоже путь. А, Б, А, Б, А, Б тоже путь, ведущий из А в Б. То есть я могу пробежать вот здесь вот несколько раз, да, сколько угодно. В чем причина? Дело в том, что даже одно ребро в неориентированном графе является циклом. Правда, непростым. Простой цикл не содержит повторно тех же самых ребер, но тем не менее. Да, то есть, в принципе, если я начну запускать алгоритм, то эта проблема, как бы мне случайно не пойти назад, что называется, да, не зациклится, она остается. А если я начну сейчас путешествовать, то у меня возникнут более сложные ситуации, да. Если я начну перебирать всевозможные траектории, ну, извините, я начну гонять вот по таким кругам, по всяким. Да, поэтому, как сказать, начнут возникать всякие циклы. Давайте мы сейчас для простоты возьмем граф, в котором конечное количество путей вообще. Вы с этим графом, с подобными графами наверняка знакомы. Вы с подобными графами, я вот прям ручаюсь, вы наверняка с ними знакомы. Раз, два, сейчас я чуть-чуть. Два, три, раз, два, три, раз, два, три. Друзья, я сейчас дам вам название этому типу графов, потому что в школе вам его не давали. А вот сам граф вы, скорее всего, как раз из школы-то и знаете. Потому что на уроках информатики такие графы любят. На них задачки в ОГЭ, в девятом классе, в ЕГЭ до некоторых пор они были. Что это за граф? Ну, во-первых, он ориентированный, абсолютно верно, directed. Во-вторых, у него есть одно важное качество, которое у ориентированного графа бывает. Он ациклический. В нем нет циклов. Directed acyclic graph, D-E-G, D-A-G. Понятно? Направленный ациклический граф. Чем он прекрасен? Совершенно не обязательно в нем все вершины вот так связаны, как в задачках ОГЭ. Абсолютно нет. В нем могут присутствовать отдельно валяющиеся вершины. Да, могут быть какие-то вот рядом, вот несколько вершин. То есть, говоря о связности, у него со связностью вообще большие проблемы. Потому что связность в полном смысле слова, да, сильная связность. Она у него отсутствует точно. Потому что она требует циклов. Сильная связность, она требует чего? Что если из вершины А есть путь в Б, да, то из вершины Б должен быть путь в А. Да? Обязательно. Это сильно связано. Причем это еще и для любой пары вершин. Да? То есть, для любой пары вершин должен быть какой-то путь из А в Б и из Б в А. Всегда. А здесь у нас уж если есть откуда-то путь куда-то, да, из вершины А в вершину, там, не знаю, Т, то точно нет пути из вершины Т в вершину А. Да, вот. Поэтому со связностью-то тут и так плохо. Но и со слабой связностью совершенно... А кто сказал, что я должен быть со слабой? В чем польза таких графов? Они хорошо отражают проектную деятельность. Когда у вас каждая точка – это некая задача, которую надо выполнить. Или учебный курс, который надо пройти. Да? Представьте себе какой-нибудь университет в... Не в нашей стране. А бывают такие страны, где странно так образование, демократически устроено. А говорят в высшей школе экономики что-то похожее. Значит, где вы выбираете себе курсы? Ну, понятно, что есть какая-то вариативность на физтехе. Она есть, слава богу, да. Но вот что называется? А, вот и бери курсы, набирай себе их, как из копилки. Главное – набрать нужное количество на нужное количество баллов. Но есть такая штука подлая, называется пререквизиты. Ты не можешь взять учебный курс, который в качестве пререквизита требует изучения, я там, не знаю, уравнений математической физики. А уравнение математической физики требует для того, чтобы их пройти, дифференциальных уравнений. А дифференциальные уравнения невозможно пройти, не изучив математический анализ. Понятно, да? То есть, вот некие завязанные друг на друга задачи, но то, что он ациклический, гарантирует отсутствие невыполнимых совершенно петель. Чтобы изучить математический анализ, надо изучить, не знаю, там, аналитическую геометрию, а чтобы изучить аналитическую геометрию, нужно изучить математический анализ. Ну, такого, слава богу, нету, да, у нас нет такой зависимости между ними. Но вот в системах, понятное дело, мы должны такое простраивать. Еще одна интересная штука. Когда язык программирования компилируемый, хотя, впрочем, ладно, у питона тоже интерпретируемость, но в нем модули, то есть отдельные файлы, этот модуль, этот модуль, этот модуль, и они друг друга подключают, импорт делают, то не должно возникать циклических импорт. Файл А импортирует файл Б, файл Б импортирует файл А. И циклических сложных тоже не должно возникать. Понятно? Вот этих вот циклических взаимозависимостей. А если вы в каком-нибудь Excel или LibreOffice начнете ячейки, формулы ячейок зависящих, да, и у вас возникнет циклическая зависимость, то он вам напишет ошибка 522. Понятно? Вот, короче, вот этот граф хорош тем, что вот у него вот... Что я хочу сейчас сделать? Я хочу сказать, что существует достаточно простой, рекуррентный способ перебора всех траекторий, которые только возможны, из конкретной вершины. Это не значит, что будут все вершины пройдены. Может быть, есть вершины, в которые попасть из этой вершины невозможно. Еще раз. Немножко выходим за границы. Ди и джи — это не то, что вам рисовали в ОГЭ. Они бывают разные, да, то есть он может быть из многих слабых компонент связанности. Даже слабых, да. Кроме того, даже одна слабая компонента, но из А вот в эту вершину попасть нельзя, в целом там сектор. Но вот из А, куда я могу добраться, да, как мне это дело аккуратненько прописать? Значит, смысл следующий, что я в этом, соответственно, ну, я напишу сейчас некоторый траверсал, да, траверсал. А, и еще, вот по окончании каждой траектории, когда больше идти некуда, просто больше идти некуда, я должен буду что-то делать. Ну, например, я буду печатать на экран траекторию, по которой я пришел. Да? Слушайте, я траверс напишу, хватит. Траверс. Замечательно. Информация о графе представлена списками смежности. Я произношу вслух, писать не буду. Это списки смежности. При этом вершины, сейчас неважно, это проиндексированы, это именно списки, список списков смежностей, или это словарь множеств смежностей сейчас, неважно. Важно только то, что граф представлен, и G от I будет мне выдавать список смежных вершин, в которые я могу пойти. Именно в которые я, то есть смежные следующие. Итак, ах ты ж, надо как, как он упал неудачно. И, собственно, я бы вот этот траверсал, поскольку он будет рекуррентный, но он будет передавать путь. Я, кстати, напоминаю, то есть он будет сохранять вот этот вот путь рекуррента, когда некуда идти, он будет его печатать. Да? Я напоминаю, что самое худшее, что можно сделать с точки зрения параметра по умолчанию, это всунуть вот сюда пустой список. Знаете почему? Заголовок при писании функции вычисляется один раз. Поэтому у меня соответствующий объект списка будет создан один раз. И все вызовы траверс будут тогда ссылаться на один объект списка. Так нельзя. А мне надо каждый раз его генерировать, поэтому я лучше туда вложу NAN. А, да, стоп, я забыл. Текущую вершину, на которой я нахожусь, текущая вершина будет называться V. Значит так. И, собственно, путь, которому я сейчас вначале дам значение NAN. Но при входе в эту функцию я буду в первую очередь проверять, если path из NAN, в этом случае я что буду делать туда? Говорит path равно стой список. Все. Чтобы заложить туда его. Инициализировать значение изменяемого параметра по умолчанию. Значение параметра по умолчанию изменяемым объектом. Вот есть такая фишка в питоне. Ладно, сюда пошли. Значит, теперь, первое. Рекуррентно буду обходить. Значит, в первую очередь я должен проверить. Чего? А с чем проверить? Я просто должен перебирать все возможные варианты. Поехали. Я запускаю всевозможных соседей среди соседей текущей вершины. G от V. Да? N neighbor, поэтому N. For neighbor, NG от V. Что я буду делать? Я буду запускать. Сейчас. А я все-таки хотел проверить. Мне надо бы проверять итоговые пути, по которым я добегаю до конца, когда больше бежать некуда. В этом случае мне хотелось бы таки проверить, что это множество, не пусто. Тогда, наверное, я сейчас... Сейчас. Слушайте, я сейчас напишу отдельным ифом в конце. Это не поменяет логии. Потому что если оно пусто, какая разница? А если оно не пусто, то та не выполнится. Поэтому я в else это тоже смысла отправлять нет. Поэтому я дописываю, как есть. Что я делаю? Я запускаю траверс, в который я передаю тот же самый граф. Теперь текущая вершина – это N. А к тому пути, который уже был, я должен что? Добавить вершину... Так, одну секундочку. Если я буду добавлять текущую вершину, текущую вершину, то у меня тогда при входе не будет добавлена вершина нейбор. Так. Значит, в этом случае... Значит, по идее, нейбор надо тогда прибавлять. А если он у меня начинается с пустого, тогда мне придется начинать все-таки с вершинки V. Я тогда принимаю такое сейчас решение. Я буду добавлять соседскую вершину, и тогда маленькая модификация. Я начинаю не с пустого пути, а вот я начал, мне ничего не дали, я говорю, вот у меня начинается с пути, который содержит вершину вот эту. Почему я сейчас пишу путь как последовательность вершин? Хотя я вам говорил, что путь на самом деле это последовательность ребер. Потому что граф простой. Нет кратных ребер. Нет кратных ребер? До свидания. Все. Можно писать последовательность вершин. И банально сейчас мне так удобней. Я не буду писать сюда, что я перемещаюсь по ребру VN. Хотя можно было бы это сделать. Не буду. Последовательность вершин. Все. Я просто ухожу в рекурсии. Все. Безусловно. Вот здесь вот я сейчас единственное, что, чтобы эти пути печатались, добавлю, если у меня, соответственно, G от V ничего не содержит, это проще всего написать вот так. Not G от V. Если там ничего, некуда. Нет смежных вершин. А можно написать LEN в скобках G от V равно-равно нулю. Но дело в том, что вот эта вот штука, как там, множество, список, оно, если оно не пустое, то оно истинно с логической точки зрения. Понятно? Если оно пустое, то оно ложное. Так устроено в питоне для удобства. Соответственно, IF NOT G от V, это как раз, если оно пустое. Соседей нету. Вот в этом случае я буду печатать path. Я буду прям вот, как есть, в квадратных скобках, через запятую, пусть в списке вершин печатают. Соответственно, вот эта функция, при большом желании, можно было бы еще немножко подсократить, она будет запускаемая из любой вершины, печатать все пути максимальной длины, то есть, докуда добежит. Не все, потому что путь, например, который содержит только вершину A, тоже путь. А путь, который содержит вот эти две вершины A, B, тоже вполне себе путь. Значит, он их будет перебирать. Вот. И что будет возникать? И у меня многократные переборы всех возможных траекторий будут случаться. То есть, куда я их положил? Вот они. У меня будет какая-нибудь вот такая, вот такая. То есть, это тоже вполне себе будет напечатано отдельной траекторией. Да? Вот так. Вот такая траектория. Да? Вот такая. Вот такая. Вот такая. Я забыл вот эту вот сюда еще походить. Да? Вот если... Как вы, наверное, знаете из ОГЭ, если начать махать руками и подсчитывать количество... Вы когда-нибудь решали задачки к ОГЭ по информатике с такими? Да, вот наверняка. Это должно быть знакомо, даже если вы туда не ходили, учителя вас учили. Вот. Если начать махать руками, то можно размахаться. Их этих траекторий комбинаторно много. Они нарастают, если особенно граф начать сейчас наращивать, то количество способов его пройти, оно нарастает по принципу комбинаторного взрыва. Буквально. Я более того могу вам показать вот такой вот граф, в котором будут коэффициенты идти ровно по количеству сочетаний. С из НПК. Много разных вариантов. С из НПК знаете какой? Вот такой, смотрите. А, давайте вот так. Дерево. Вот с этой вершинки начинаем. Что это такое? Это направленный ациклический граф. А с другой стороны, если я начну сюда записывать, ту функцию, которую вас учили в школе, собственно, насколько существует траекторий из стартовой вершины в каждую конкретную точку, да, вот такую функцию начну вычислять и записывать, то у меня получится, что сюда у меня одна существует траектория, сюда одна, сюда одна, 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 а сюда один плюс один, два, а сюда один плюс два, три, два плюс один, три. Что это напоминает? Чье дерево? Треугольник Паскаля. Треугольник Паскаля, абсолютно верно. Треугольник Паскаля. А вот эти значения, это что такое? Это коэффициенты по нулю. Да, это, соответственно, С из ноль по нулю. Вот это С из, прошу прощения, из единички С1, 0. Это С1, 1. Да, и это, соответственно, С2, 0, С2, 1, С2, 2, да. Ну, я сейчас не буду их, да, С из н по К. Коэффициент сочетаний, количество дежурных. Вот у нас сколько человек сейчас здесь? Четыре, пять, десять человек. Вот замечательно. Из десяти человек сколькими способами можно назначить трех дежурных? С из десяти по три, да. Потому что нет кого-то старшего дежурного, среднего, младшего дежурного, да. Я выбираю первого десятью способами, второго девятью из оставшихся людей, третьего дежурного восемью способами. А поскольку перестановки все равно как, то я делю на три факториал. Да? Я трех дежурных сказал? Вот, соответственно, делить на три факториал. А то есть, вот первое, что было, это количество было так называемых размещений. А из н по К. А из десяти по три поделить на три факториал, на К факториал. Вот это как раз будет С из н по К. Ладно, но мы сейчас не об этом. Значит, соответственно, понятно, что тут вот эти числа, они начинают факториально фактически возрастать, так же жестко. Вот, значит, так вот, естественно, что такой алгоритм не очень, наверное, нужен. Может быть, он и нужен. Может быть, в некоторых ситуациях. Но он жесток. Да, я могу, например, помните, я вам сказал, что проверка эйлеровости происходит легко. А проверка гамильтоновости. А почему нет? Почему нет? А давайте, давайте, давайте я буду перебирать всех соседей, но перед тем, как запускать тот этот траверс, я буду проверять, не ходил, нет ли в моем пути этой вершины n. То есть я сюда добавлю условия. Он говорит, да, if, что? n not in path. If n not in path. Он по списку пробежится, проверит, что там такое вершины нет, и только в этом случае он запустит туда обход. Супер, он у меня не будет возвращаться, это начинает работать и для графов с циклами, для ориентированных, только единственное, что мне нужно заканчивать-то не вот в этом случае, а если путь содержит все вершины. Ну, я сейчас каким-то красивым способом это скажу, не знаю, там, если у меня множество, соответственно, if, сейчас, 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 но это лучше было бы вставить сюда, наверх, перед тем, как продолжать куда-то идти. Если у меня сет, построенный на G от, сейчас, 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 чтобы оно было, здесь зависит от того, теперь словарь это или нет, если это словарь, то мне достаточно вообще сет от G написать, и все, если это словарь, то он мне выдаст все идентификаторы всех вершин. Да, если вот это вот совпадает, да, с множеством вершин, построенных на основании пути. Ну, вот как-то так. Или на самом деле можно просто длины, количество померить, то есть, а, длина пути, когда она совпадает с этим. И сейчас, правда, это не цикл, это будут гамильтоновые пути. Если цикл, то мне нужно вот в этом условии исключать самую первую вершину. Самую первую не надо тогда включать, но в то же время она должна обязательно будет быть достигнута именно в самом конце. Вот, то есть, я в нее еще и в самую стартовую, и не могу заходить, пока вот не дошел до в конце. Ну, это, короче, сейчас не суть важна. Мы сейчас не будем модифицировать под гамильтоновый цикл, но смысл в том, что я могу там сказать вот так вот, если у меня количество вершин тут, len g, количество списков смежности, то есть количество вершин, совпадает с длиной пути. Вот в этом смысле гамильтоновые пути будут, как сказать, детектированы. Если я сумел добраться, то мы печатаем ура и заканчиваем. Ура, печатаем путь, мы нашли гамильтонов путь. Какова скорость? Комбинаторно большая. То есть проверка гамильтоновости пути вот этим, наличие гамильтонового пути, полугамильтоновости графа, она, ну, как бы... Что нам делать? Что нам делать? Как нам нормально путешествовать в графе и что-то про него проверять, если он у нас, извините... Если он у нас, извините, во-первых, с циклами, во-вторых, может быть, неориентированный. И самое главное, я не хочу вот этой комбинаторной сложности. Я хочу такое путешествие, которое от вершины, которая есть, от стартовой, добежит до... Я сейчас направление не рисую. До всех вершин, до которых только можно дотянуться. Да, и еще и по пути что-нибудь желательно проверить про этот граф, что-нибудь про него узнать интересное. Что-нибудь про него интересное узнать. Что я могу сделать? Сейчас расскажу. Значит, я чуть-чуть еще тут порисую. Итак, первое. Давайте я буду сейчас... Я нарисовал его черным маркером, поэтому мне сейчас сложновато будет черным его делать. Значит, я тут нарисовал вершины крупненько. Давайте сейчас будем считать, что все вершины белые. Первый обход, который сейчас буду рассказывать, называется обход в глубину. Особенность его в том, что вершины будут проходиться только один раз. Ну, правда, тут есть такой момент, что будут возвраты к вершинам. Но, потому что иначе я явно тут, как уйдя в одну сторону, я не смогу вернуться, попасть сюда. А я хочу дотянуться до всех. Короче, я хочу по-прежнему дотянуться до всех вершин, до которых только можно, но не бегать в них по второму разу. Но при этом точно всех. Чтобы закрыть всю, по сути, в данном случае, всю компоненту связности. Еще раз. В ситуации Орграфа, там есть понятия сильная и слабая, связанности там сложней, но там будет до всех вершин, до которых только можно дотянуться, есть текущие, чтобы они точно все были достигнут. Но не повторно. Итак, что я буду делать? Я буду сейчас закрашивать вершину. Итак, первый... Все, даги ушли. Даги ушли. Значит, траверс я пока стираю. Значит, это будет так называемый DFS. D означает deep. Deep first search. Можно было бы назвать deep first traversal, но, извините, deep first search, поиск называется. Хотя, на самом деле, это обход. Обход в глубину. Итак, идея и правила будут такими. Я хочу... Я... Хочу всех позвать на дискотеку. Всех друзей. Всех друзей своих друзей. Всех друзей своих друзей своих друзей своих друзей. Чтобы каждый на нее обязательно пошел. При этом... Я хочу выработать некоторое правило. Я буду звонить по телефону своему другу и говорить. Друг, приглашаю тебя, но ты не можешь пойти, пока ты не пригласишь всех своих друзей. Более того, ты должен убедиться перед следующим звонком, да, следующему человеку, убедиться, что твой друг уже всех своих друзей позвал. И они все ему сказали, что они позвали всех своих друзей. Понятно? И я буду сидеть и ждать, пока ты мне не ответишь. И следующему своему другу я буду звонить только тогда, когда ты мне ответишь, что ты всех своих обзвонил. Это ленивый человек. Он пытается делегировать не сам всех своих друзей обзванивать. Он говорит, а вдруг он в конечном счете пригласит моего друга, и мне не придется его звать. Понятно? Примерно так. Итак, поехали. Что мы делаем? Я закрашиваю те вершины, которые уже позваны на дискотеку, но еще не пошли серым цветом. Мне сложно, у меня только черный маркер. Я буду их перечеркивать вот так вот. Это будет означать, что она позвана. При этом я буду вторым маркером, синим, отмечать сейчас траекторию, по которой происходили звонки. Причем звонки успешные, звонки, которые дали вызов. То есть, когда я кого-то вызвал. Итак, А берет первого попавшегося своего друга и звонит ему. Говорит, друг, не пойдешь ли ты на дискотеку, следуя вот этим правилам? Говорит, ну окей, я начну, пожалуй, звать своих друзей. Говорит, смотри, не зови тех, кто уже позван. Но перекрашивать вершину второй раз нельзя. То есть, если она уже серая, то извините. У меня текущая вершина всегда только одна. Я начал с первой вершиной, покрасил ее в серый цвет и поехал дальше совершать обход по всем смежным вершинам. Но по отеле жду. Текущая вершина сейчас вот эта. Итак, она текущая. Соответственно, он говорит, так, окей, но я уже позван. В первую очередь, он говорит, так, меня больше звать не надо. А то я сейчас не забуду себя отметить, как позванный. Меня кто-нибудь там позовет. Так, окей, раз. Дальше я начинаю всех непозванных соседей, но это тоже позванный, его звать не надо, он серый. Все белые смежные вершины пытаться перекрасить в серый. О, ты серый! Привет, товарищ! Зову тебя. Зову тебя. И эта вершина, соответственно, становится текущей и серой. Но вот эта траектория вызовов, она сохраняется. То есть этот чел должен будет отзвонить назад. Отзвонить назад, сказать, я иду. Я все, я всех позвал. Понятно? И это будет, на самом деле, всего лишь выход обратно из рекурсии. То есть из глубины рекурсии. То есть когда он скажет, я все, все, я закончил. У нас же этот траверсал тоже на самом-то деле заканчивался. Я просто эти выходы не обсуждал. Но на самом деле он там все равно, когда он добегал до конца, а потом происходил обратный ход рекурсии, на котором он возвращался, просто ничего не делал. Он был пустой. Ладно. Итак, этот начинает перебирать всех своих белых соседей. Всех соседей проверят, не белые ли они. Обнаруживает белого соседа и говорит, дорогой, я тебя вызываю. И сейчас текущая вершина это. Этот товарищ проверяет всех своих соседей на наличие в них белизны. Обнаруживает. Говорит, я тебя зову. Да? На дискотеку. Когда пойдешь, отзвони мне. Да? А чтобы туда пойти окончательно, ты должен позвать всех своих соседей. Значит, дальше этот зовет своего соседа белого. У него есть белый сосед. Да? Дальше этот зовет своего белого соседа. Делает его. Тот делается серым. Да? Этот хотел бы позвать вот этого, но он уже позван. Между прочим. Между прочим. Сама вот эта попытка интересная. Смотрите. Он звонит вот этому товарищу. То есть он пытается сюда позвонить. А там обнаруживает серого товарища. Что это означает? Это означает, что в этом графе существует цикл. Ну, простой цикл, потому что цикл обычный. У него этого не ориентированного графа. И так всегда есть. Любое ребро уже себе цикл. А тут получается, у нас DFS автоматически. Мы сейчас сразу можем легко его приспособить под поиск циклов. Поиск. Ну, как? Не в принципе. Но, тем не менее, детектирование. Поиск циклов. В графе. То есть мы можем, собственно, найти какой-то цикл. Вот мы его найдем. Но нам сейчас это сильно не надо. Мы просто не будем совершать этого вызова. Мы не будем туда ходить. Но учтите, что это можно было сделать. Значит, этот ищет белых соседей. Вызывает их на дискотеку. Ну, в смысле, вызов. Рекуррент происходит. Траверсу. Только DFS мы будем его теперь называть. Этот становится серым. Начинает вызывать всех своих соседей. Сейчас, наконец-таки, мы дойдем до крайнего случая. Когда у нас парню-то вызывать больше некого. Он смотрит. А белых соседей нет. Это радостная ситуация для него. Потому что тогда его миссия выполнена. То есть, вот эта вот нагрузка, позови всех своих друзей, которые еще не позваны, она, наконец-таки, для него заканчивается. И он радостно говорит, окей, все, я черная вершина. То есть, он три цвета. Белый всех изначально. Серый, когда тебя позвали, но ты еще не окончательно идешь. Черный. Завершен обход. Все. Надо понимать, что здесь происходит возврат рекурсии. То есть, возврат текущей вершины. От этой, тот, кто должен будет продолжать обзванивать своих друзей, эстафета переходит сюда. Этот друг смотрит, есть ли белые соседние имеются. Совершает вызов. Говорит, иди. Тот смотрит, больше белых нету. Сразу закрашивает себя в черный. И происходит возврат. Я вот эти возвраты рисовать не буду. Я буду пальцем тыкать. Этот смотрит, а я закончил всех белых друзей обзваниваю. Я иду. И докладывает об этом вышестоящему. Грубо говоря, он возвращает это по стеку вызовов. То есть, стек, очередь. Есть очередь, по которой идет, собственно, обход, где хранятся текущие вершины, которые надо обойти. И это такая, ага, белые соседние, а нету их больше. Окей. Я иду. И выбрасывается с этой очереди, выходит. Этот говорит, белых нет больше, я черный. Белых нет, я черный. Белых нет, обход закончен. Я чернею, обход закончен. Опа! Не закончен. А вот белый сосед. Значит, эта вершина снова уходит в глубину рекурсии. Да, только в другую ветку пошла. Та-дам! Этот посерел. Он сейчас текущий. Он зовет всех белых. Зовет вот этого. Опять прикольная ситуация. Да, вот она. Опять я детектирую цикл. Видите, да? То есть, в этот момент я внезапно, пытаясь сюда обратиться, обнаруживаю серого товарища. Поверьте, черного обнаружить не получится. По крайней мере, в неориентированном графе. В ориентированном это возможно. В ориентированном это возможно. Там может быть, что я из той вершины не мог сюда попасть, а из этой могу. Там такое будет. А в неориентированном мы будем либо белые встречать, либо серые. Если мы встретили серую, то вау, круто. Значит, это цикл. Но я сейчас туда просто не иду. Обнаруживаю белых, зову. Раз, зачеркнули. Дальше я, соответственно, обнаруживаю белых, зову. Допустим, вот этого первым. Этот обнаружил, что у него белых больше нет. Он почернил. Вернул управление. Этот передает, в смысле, видит еще одного белого, вызывает. Этот посерел. Потом смотрит, соседей больше нет. У белых у него. Почернил. Вернул управление. Этот почернил. Вернул управление. Этот почернил. Вернул управление. Почернил. Вернул управление. Почернил. Вернул сюда. С точки зрения скорости обхода, скорости, мы можем оценить, что количество действий здесь примерно пропорционально количеству вершин. То есть его скорость от N-вертекса, правда есть такая тонкость, от каждой вершины мне нужно будет сбегать ко всем ее соседям, ко всем смежным. Но среднее количество, я сейчас домножу, можно на максимальное количество смежных вершин, но можно на среднее количество, и вот так палочка сверху, маленькое N, V, N, V, маленькое, среднее, усредненное количество смежных вершин. Но, вы знаете, довольно часто встречаются графы с небольшим количеством смежных вершин. И вот в социальных сетях, где все френдят друг друга куда ни попадя, там 300 смежных вершин у каждого, 500, у кого-то 1000 фронтов. Вот там очень сильно связанный граф. Там вот этот коэффициент будет довольно большой. Понимаете, да? А если это граф дорог, например, да, то из одного пункта сколько дорог идет в соседние пункты? Ну, из Москвы, наверное, там сотня-то будет. Каких-то шоссе там, да, вот дорог. Шоссе основных не так много. Но если начинать уже там с дорогами поменьше, то, конечно, будет больше. Но если начинать разбираться, что Москву разбирать на узлы развязки, то вот каждый узел, откуда мы можем куда-либо поехать, ну, 5. Да, ну, перекресток 4 вообще-то обычно, да, иногда Т-образно, 3 есть соседних перекрестка, точки, куда я могу поехать. Короче, такая штука, что обычно все-таки вот это число не очень большое. То есть в целом мы можем сказать пропорционально количество вершин. Правда? Это обалденно круто по сравнению с вот этими полными проходами. Значит, как написать DFS? Ну, по-хорошему, это надо брать уже, открывать и писать там. Поэтому давайте я сейчас не буду вот здесь писать текст там на доске. Похоже, немножко будет на то, что было с рекуррентными. А сейчас я на этом же... Да, важный момент один. Один важный момент, который стоит еще обсудить. Для неориентированного графа... Для неориентированного графа я все связанные вершины этой компоненты связности выделю. То есть у меня, кроме того, что поиск циклов в графе, есть еще одно автоматическое приложение. Мне же все равно нужно красить эти вершины. Красить. Правильно, да? Я введу себе, не знаю, массив, в котором будет первая вершина, вторая вершина и так далее. Я так и называл этот цвет черным. А кто мешает мне, не знаю, называть его синим, красным? Да, вообще число. Да? Ноль белый. Изначально все вершины в белый. Потом, соответственно, первая компонента связности, она у меня в итоге красится в цвет номер... Ну, давайте один пропускаем для серого там. Или, например, минус один пускай будет для серого. Да? Или можно по-другому. Не важно. Один. И у меня вся компонента связности в этом списке будет покрашена единичками отмечена, да? Все вершины, принадлежащие компоненту связности номер один, будут помечены единичками. Да? Я беру любую вершину, ну, просто по порядку все вершины перевираю, которая еще не покрашена. То есть я, во-первых, научился выделять, да, компоненту связности. Я оговариваюсь, для аурграфов все сложнее, давайте мы их сейчас отложим, да? Мы для неориентированных. Выделение компонента связности. Вот она вся. Вот они у меня все отмечены. Если есть вершины, которые были в этом графе, но они недостижимы, они в какой-то другой компоненте, там, или вот несколько компонентов, так, они так белыми останутся. До них ведь невозможно добраться, дозвониться. Правильно? Они не должны на мой дискотеку идти. Итак, значит, по итогам, по итогам, что мы проговорили? Мы поговорим сейчас о приложениях, о том, что DFS позволяет сделать. Сразу берем, применяем выделение компоненты, хватаем из списка вершин первую белую вершину. Допустим, вот это оказалось. Первая, которая не покрашенная. Ее я крашу в цвет номер 2. В том же самом списке. Если еще остались белые вершины, я крашу их в цвет номер 3. В результате все множество моих, во-первых, я подсчитываю количество компонентов связанности. То есть я знаю, из скольких разрывных кусков граф состоит. Раз. Второе, я могу про каждую компоненту сказать, сколько в ней вершин. И более того, у меня есть просто список, в котором под номером 1, те, которые в первой компоненте, под номер 2, те, которые во второй. Понятно, что эта нумерация, она до некоторой степени случайная. Какая разница, да? Просто, ну, это мы назвали один, потому что схватились за вот эту вершину, как за первую стартовую. Почему мы за нее схватились? Может, у нее название было там, не знаю, в хэш-таблице, в дикшнере, в сет, там, оказалось просто раньше. А может, у нее номер меньше. Неважно. Понятно? Конкретно вот эта синяя штука, которую мы видим, если смотреть сейчас глазами на вот эти вот синие стрелочки, представляет из себя дерево обхода. Здесь надо понимать, что каждая вершина, когда туда приходило управление, могла направить свой обход по-разному. Вот если бы вершина А, стартовая, вначале позвонила вот этому соседу, то, очевидно, вот этого ребра бы здесь не было 100%. Да? И вот этот весь траверсал, он шел бы как-то иначе. Если бы вот этот чел вначале сюда позвонил, то дерево было бы другую... Ну, дерево. Это дерево. Дерево, потому что дерево, я про дерево вводил, понять? Дерево. Или нет? Нет. Вот это беда. Ну, значит, оно на сегодняшний этап нехватающее нам четвертой лекции. Очень просто и быстро. Дерево – это связный граф. Дерево – это связный граф без простых циклов. Запишите, пожалуйста. Дерево – это связный граф без простых циклов. Ребра-то там есть, любое ребро циклов. Мы про деревья еще будем отдельно разговаривать про корневые деревья и бинарные. Так вот, связанный граф без простых циклов. Второй вариант определения у него взаимозаменяемый. Это, соответственно, граф, в котором от любой вершины к любой есть только один простой путь. То есть для любых вершин А, В, принадлежащих множеству вершин В, существует и единственен простой путь из А в В. Ну, поскольку это для любых, то мне не нужно говорить и из В в А. Для любых двух вершин. Здесь свойство связанности выполняется автоматически. Потому что граф связанный как раз если путь существует. Здесь оно усиляется тем, что он и единственен. Как вы понимаете, деревья – это вот такие вот графы. То есть вот это – это дерево. И не надо мне говорить, а где тут… Как это? Корень. Это дерево без корня. Оно не корневое. Как только я дереву выделю какую-то вершину, знаете, в древности, в народе Израиля, который перешел из Египта, вернулся, не было никакого царя вообще. Никакого начальника. Не было. Только когда на них кто-то нападал, тогда из народа восставал какой-нибудь харизматичный судья, говорил, порвем их всех. Всех это плохих судил, хороших радовал. И потом уходил пахать свою землю. И все. Вот так вот. А царя не было. Да, потом, как сказать, народ стал требовать царя, пришел к пророку, говорит, дай нам царя, дай нам царя. Говорит, мы хотим, чтобы было как у других народов, чтобы у нас порядок был. И хотя Бог предупреждал через пророк, он говорит, ты их предупреди, он ваших жен возьмет, налоги вы будете платить. Ну, там, своими словами, говорит, будет вам плохо, говорит, короче. Народ настаивал. И он выбрал царем красавца, рослого, мужика такого, крепкого, хорошего, доброго Саула. Что с ним произошло? Власть испортила. И бедный этот Саул, который вначале Бога почитал и слушался более-менее, как-то в народе заботился, в конце концов, там, в общем, дошел он. Потому что Давида многократно пытался убить, который ему песенки играл не на гитаре, на арфе, на псалтире. Потом так вообще пошел к гадалке, это страшнейшее преступление Ветхого Завета. В общем, короче, потом он бесславно погиб. Короче, ладно, я к тому, что вот мы берем, выделяем какую-то любую вершину в дереве, как видите, да, любую абсолютно. Говорим, ты корень, тут же выстраивается иерархия, тут же выстраивается, так, дружки становятся в иерархии поближе, да, так, это у меня, соответственно, первый уровень иерархии, да, это второй уровень иерархии, да, это нулевой, первый уровень иерархии, второй уровень иерархии, да, это третий уровень иерархии. Ну, я сейчас их могу всех повесить вниз, чтобы оно красивенько висело и болталось на этом корне. Обычно у деревьев, которые в информатике, у корневых, у них рисуют корень наверху. Не вот так вот они вверх растут, а наоборот. Таких иерархических структур полным-полно. Дерево каталогов. Дерево каталогов – это иерархическая структура. Корневое дерево, корневая директория, так и называется, рут. Ладно. Значит, что? У дерева есть еще одно интересное свойство. Ну, и эти корневые деревья пока что, они нам-то и понадобятся. Причем еще и корневые, еще и упорядоченные, и еще и бинарные. Мы сейчас не будем все это вдаваться, это позже. Количество вершин равно количеству ребер плюс один. Более того, это можно взять за определение. То есть, если граф является связанным, и у него количество вершин, давайте обольщими буковки, да, nv равно ne плюс один – это дерево. Понятно? Чаще всего вот это считается свойством графа. Это свойство графа. То есть, самое простое. А в нем нет простых циклов. Или существует единственный простой путь. Одно из двух берем за определение, второе свойство, и вот это тоже свойство. Ясно? Ладно, про деревья обсудили. У любого графа существует связ... Сказал, у любого графа оговорка. У любого связного графа существует подграф, который является деревом. Возьми любую вершину, вот тебе дерево. Одна вершина – уже дерево. Ноль вершин, кстати, не дерево. Там не получается свойства единственности пути. Ну, короче, там не получается вот это свойство как минимум с количеством вершин. Оно должно быть на один большее количество ребер. А вот изолированная вершина – уже дерево. Но то, что у него какая-то отдельная вершина дерева, неинтересно. А если он связанный, можно ли всегда выделить дерево, которое содержит все его вершины? Да. Такое дерево называется остовным деревом. Остовным деревом. Грубо говоря, остовное дерево – это некий терапот-граф, по которым я буду ездить. То есть представьте себе, что я без навигатора умею ездить только по вот этим дорогам. По этим дорогам я никогда не ездил. Я не знаю, можно там проехать, нельзя проехать. Но тем не менее, мне нужно между этим пунктом перемещаться. Я научился ездить, все, я езжу. И это дерево – ни одного лишнего ребра. Лишнее ребро вставь, цикл получится. Любое дополнительное ребро даст цикл. И это будет не дерево. Остовное дерево называется. Остовное дерево. Про него есть задачка, хорошая, красивая. Потом разберем. Называется минимальное остовное дерево. Но это нужно про веса разговаривать, взвесить наш граф. Если он будет взвешенный, то тогда уже можно будет рассуждать про минимальное остовное дерево. Пока нет. Ну что? Подсчет, количество компонентов, выделение компонентов обсудили. Одна интересная штука, которую еще можно проверять, кстати, на ДФС. А потом БФС будет. Господи, как время-то летит быстро. Это проверка его бипортит. Сейчас, по-английски бипортит. То есть проверка, является ли оно... А, во, вспомнил. Двудольное. Является ли оно двудольным? Что такое двудольное дерево? Простите. Любое дерево является двудольным автоматом. Это неважно. Двудольный граф. Двудольный граф. Это такой неориентированный граф. В котором вот это, вот эти палочки, будут отражать отношения вражды. Такой вражды, что этих двух человеков нельзя посадить за один стол. Поэтому я беру два стола и говорю, у меня такая вечеринка прикольная. Да? Такая вечеринка, позови всех своих врагов. Да? Значит... На вечеринку. На вечеринку. Значит, но при этом на этой вечеринке не должно произойти смертоубийство. Я не должно за столом сидеть двух человек, которые враждуют. То есть, если вершина синяя, да, то ее соседи обязательно... Сейчас я на доске рисую. Обязательно красная. Да? Она может быть связана с любым их количеством. Да? Соответственно, у этой, пожалуйста, может быть синий сосед. Да? Соответственно, у него, может быть, сколько угодно красных соседей. Да? Пожалуйста. Да? Эти красные, в принципе, могут и с тем тоже быть связаны. То есть, совершенно не обязательно. Вот так. То есть, у этого. Вот их можно рассадить на два лагеря. Понятно, что... Вы помните, да, что граф, его изображение, оно является вторичным. Потому что, в какой-то опологической структуре. Его изображение визуальное. Вопрос. А вот в этом графе я могу рассадить их за два стола или нет? Как это сделать? Нужно просто красить эти вершины. Давайте проверять. Я вот по ходу дела, да, их крашу. Крашу. Да? Записываю цвет. Не просто серый. Да? Не просто серый. А это у меня будет, ну, либо один, либо два. Да? Либо синий, либо красный. Вот давайте начнем с того, что... А, да? А, вот в том-то и фишка, что нет. То есть, вот это запрещено. На самом деле, двудольный граф... Я написал двудольный граф. Двудольный граф. Двудольный граф. В нем очень просто. В нем могут быть циклы, но они имеют четную длину. Граф с циклами четной длины. Все очень просто. Красим. Вы легко поймете, как сделать с длиной кратной трём. Все, все очень похоже. Только про скраска будет там. Ладно. Я что хочу сделать? Хотя, насчет, кстати, трём... Нет, я сейчас вот думаю. Наверное, я не уверен. Надо думать. Итак, допустим, эта вершина была синяя. Да? Я сейчас по тому же самому ДФСу пойду, который был. Значит, так. Я перехожу сюда, крашу вершину в противоположный цвет. Так, перехожу к соседу, крашу вершину в противоположный цвет. Это была белой. Я просто пока повторяю. Она была белой, но тем не менее. Я крашу вершину эту в противоположный цвет. Ой! Говорю противоположный, а крашу в тот же. В противоположный цвет. Да? Перехожу к белой. Она была белой. Крашу её в противоположный цвет. Да? Перехожу к белой, крашу её в противоположный цвет. Перехожу к белой, крашу её в противоположный цвет. Внимание, вот там, где мы обнаружили факт цикла. Теперь меня интересует не просто факт цикла, а я такой, а какой цвет у тебя, не подерусь ли я с тобой. И оказывается, ребятушки, мы обнаруживаем факт. Этот граф не двудольный. На этом обход можно завершать. И если смысл этого обхода в определении проверки двудольности, то на этом достаточно. Понимаете? Все, проверка закончилась. Естественно, что двудольный граф не обязательно связанный, поэтому придется проверять не одну компоненту, а все компоненты связаны. Оставшиеся вершины тоже раскрашивают в два цвета, которые остались белыми. Потом еще кто остался докрашивать, пока мы не найдем, что в какой-то компоненте нет двудольности, либо что у нас все компоненты являются двудольными, тогда и граф является двудольным. Та-дам! Это обход в ширину. Обход в ширину. Поверьте мне, у него все те же применения. Все те же. Правда, небольшие отличия у них все-таки будут по применимости. Обход, во-первых, обход в глубину, он очень похож на перебор всех возможных траекторий. Очень уж похож. Обход в ширину, зато он пишется, зато обход в глубину рекуррентно пишется легко, а нерекуррентно сложнее. Обход в ширину пишется легче, когда он нерекуррентный не пишется, он нерекуррентный. Вот, давайте, ладно, короче, к делу, к делу, белые вершины полным их полно. Ну, как-то так. Пусть это будет стартовая вершина. Итак, я ее назову А. Итак, стартовая вершина красится в серый цвет. Но сейчас будет интересная штука. У меня вершины будут добавляться в очередь. На самом деле, в обходе в глубину она тоже присутствовала. Просто там за счет рекурсии выполнялся. Возврат к предыдущему, кто тебя позвал. Это была очередь, так называемая, last in, first out, lefo, stack. А здесь у меня будет настоящая true очередь. То есть, по-хорошему, мне бы сейчас вот эти вершины как-то все выписать. Я буду добавлять соседей в очередь на обслуживание. Итак, вершина А должна сейчас быть пройдена. Она должна быть сейчас пройдена. Я даже не помню, нужно ли мне в черный цвет так красить. Потому что она сейчас будет сразу пройдена. Ни в этой вот полупройденности не будет. Что она должна сделать? Чтобы оказаться закрашенной, она должна поставить в очередь всех своих белых соседей. Она из всех своих соседей. Давайте так, она их такие... Сейчас мы введем понятие серый. Да, вспомнил. Нужно. Они еще не пройдены, но они покрашены в серый. Нужен в серый. Вспомнил. Короче. Смотрите. Есть очень красивая аналогия. Я, пожалуй, сменю цвет. Это решает вопрос. У меня пожар. С эпохи коронавируса лучше по-другому. У меня коронавирус. Вот я, китаец в Ухане, пациент номер ноль. У меня коронавирус. Я заражаю всех своих соседей, и они встают в очередь на заражение своих следующих соседей. Я, как только всех заразил, говорю, все, супер, вот у меня проявилась болезнь. Эти ребята находятся в инкубационном периоде. Первый из них, да, заодно давайте я буду отмечать, что это пациент номер ноль. Эти двое заразились в первый день. В день один. Этот товарищ, да, заражает всех, я буду красным рисовать теперь. А этот товарищ заражает всех незараженных, у кого нет иммунитета, да, всех незараженных заражает. Соответственно, что он будет делать? Он заражает вот этого, поскольку он белый. Он заражает вот этого, поскольку он белый. И он говорит, а у меня теперь, собственно, проявление болезни. Да? Супер. Он покрашен, ну, на самом деле, в литературе в черный цвет. Так, ладно. Но, то, что эти два товарища встали в очередь, это прекрасно. До них чуть позже дело дойдет. Сейчас очередь вот этого товарища. Он у меня. Все по очереди идут. Кто первый пришел, первый вышел. Фифу. First in, first out. Так, наша очередь. А, значит, сейчас мы покрасимся. Это не важно, да? Я смотрю, оп, 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 оп. Я пытаюсь заразить кого-то, кто уже заражен. Что это означает? Цикл. Поиск циклов. Работает? Работает. Да? Как только я пытаюсь заразить кого-то, кто уже заражен, это цикл. Одна из фишек обхода в ширину, что он находит циклы минимальной длины. Он их находит коротенькие. А в ширину он может найти очень длинный такой цикл. То есть факт цикла-то он находит, но нет, не обязательно те. Они, кстати, сильно связаны на графах, они не будут находить все циклы. Но, тем не менее, сам факт детоксирования, пожалуйста, и обход в ширину, находит кратчайшие циклы, короткие. Ладно. Короче, этого заразить неудача. А, да, здесь, прошу прощения, было заражение. Значит, соответственно, этот товарищ заражает своего белого. Он тут один, да, заразил его. После чего радуется, значит, соответственно, радуется. Короче, болеет. Все. У него сформировался иммунитет. Он отболел. А этот, соответственно, двоечка у него. Он во второй приоритет попадает. Ну, у меня все идет по очереди. Этот был первый. Он начинает заражать своих ближних. Этот заражает. Этого заражает. Этого заражает. Что у меня эти товарищи зараженные, но они с приоритетом три. Да? После чего этот говорит, я молодец, все, солнышко. Значит, этот говорит, чего? Пытаюсь заразить своих соседей. А нет у него белых соседей. Все. Эти уже переболевшие, они черные. Ну, все. Говорит, окей, все супер. Дальше. Этот с приоритетом два. Вот он. До него дело дошло. Он пытается заразить всех белых, успешно заражает. Замечательно. Да? И отмечается, как уже сгоревший, получивший иммунитет. Да? Эти при этом встали в очередь под номером, ну, под номером, под приоритетом три. Номер-то у них там не пойми какой, неважно. Дальше. Этот был первым. Он заражает всех своих соседей. Да? И все, получил иммунитет. И этот заражает, а им некого заражать. Но опять же, мы, видите, опять видим цикл. Мы его наблюдаем. Но не пользуемся, потому что нельзя заражать зараженного. Все. Он отработал. Никаких возвратов никуда нету. Нет рекурсии. Ты отработал, вот ты вышел из очереди. Поставил в очередь всех своих соседей, которые еще не зараженные. В очереди не стоят. И из очереди еще не выходили. Ну, то есть они еще не покрашенные. И все. Дальше. Этот товарищ, он запускает, соответственно, раз, два. С приоритетом четыре. Дальше. И все. И закончил. Теперь эти с приоритетом три. Они обнаруживают, что им заражать некого. И заканчивают. Замечательно. Дальше. Начинается по приоритету четыре. Этот был первой в очереди. Обнаруживаешь, чтобы заражать ему больше некого. И все. Значит, потом этот с приоритетом четыре. Обнаруживает того, кого он не заражал еще. Пять. Вот он. После чего понимает, что этого заражать не надо. Нет смысла. Значит. И что отмечается, что я уже переболел. Все. Иммунитет сформирован. Этот товарищ, соответственно, на что смотрит заражать больше некого. У меня иммунитет сформирован. Точка. Остается последний. Вот он. С приоритетом пять. Он в очереди оставался последним. Один. И вот он переболел. Иммунитет сформирован. Ребятушки. Конец. Очередь опустела. Очередь на заражение ближних кончилась. Она пуста. Пустая очередь. Все. Таким образом, у меня можно увидеть вот эти траектории, скажем так, заражения. Если я буду сохранять и интересоваться, как именно происходили эти пути, то есть сохраню вот это остовное дерево. Теперь вы знаете, что это остовное дерево. Правда, оно, учитывая, что это выделит всю компоненту связности. Все достижимые вершины. Но если граф не из одной компонента, есть еще, которые с нами вообще не дружат и не общаются, у них изоляция, то они не будут заражены. Понятно, да? Значит, а здесь мы можем проследить вот эти траектории заражения, то есть остовное дерево, которое получилось в результате обхода в ширину. Если остовное дерево при обходе в глубину такое вытянутое, длинное такое вот, то при обходе в ширину оно достаточно ветвистое и компактное. То есть у нас происходило заражение максимального количества. Всех, кого только дотянусь, максимальная заразность. Вот максимальная. Так вот, или как пожар распространяется на все соседние дома, до которых есть там связка. Более того, я могу себе представить, что это еще и параллельно происходило. А отслеживание номерков, по сути, говорит мне о расстоянии. Это же и есть уровни иерархии в этом остовном дереве. Посмотрите. Это как если бы я назначил царем Саула, да, и сказал, так, ну-ка, быстро назначай уровни иерархии своих подчиненных. Каждый человек встраивается под каким-то... И вот по количеству, минимальное количество близость, соответственно, к нему, по количеству хопов между друзьями, да, вот оно и есть. Вот у этого три, раз, два, три, да, у этого четыре, да, у этого три. Не вот так вот, да, четыре, а именно вот напрямую, то есть у него есть более короткий путь к начальству. Ясно? Поэтому для невзвешенных графов, где все дороги имеют одинаковую длину, да, ну факт дружбы, он не имеет длины, да, по крайней мере в соцсетях. Не знаю, может быть, там можно какие-то метрики вещественные, которые характеризуют, как часто общаются, но это сложно. Там факт, вот он френд или не френд, да. Соответственно, вот невзвешенный граф, можно посмотреть, сколько хопов между пунктами. Понятно? Так, ладно, что-то у меня прям опять получается очень устное занятие, я еще и не написал эти алгоритмы, а их надо бы написать. Давайте мы, тем не менее, это сделаем сейчас. Итак, ну что же, давайте начнем с того, что я распечатаю содержимое, да, чтобы мы увидели, что там за граф, в какой форме. Граф представлен здесь в форме списка ребер, соответственно, мне его нужно еще прочитать и запихнуть в некоторую структуру. Значит, структура, в которую я буду считывать, это будет, так, у меня там есть или нет input graph, или он у меня импортится? Он у меня импортится, from addition to list 2, значит, ай, надо его было вытащить. Слушайте, я его перепишу, read graph я просто перепишу сейчас. Не буду я тут лазить, тем более, что вам все равно лишний раз стоит повторить. Итак, read graph, что он будет у меня делать? В первой строке содержится множество вершин через пробел. Соответственно, так, одну секундочку, одну секундочку, file name, значит, мне нужно открыть файл. Так, в конце закрыть. Замечательно, можно было с менеджером with сделать, не буду. Значит, что я сейчас делаю? Мне нужно прочитать первую строку. Line равно, соответственно, давайте сразу, что множество v. Зачем я буду это так делать? Я сразу множество v назову. Это будет, собственно, set на основе файл.readline. Я прочитаю первую строчку, сразу сплетану ее по пробелам и загоню в множество. Все, список отправлен, все идеально. Сразу. Замечательно. Теперь я создаю списки смежности. Это будет называться у меня граф G, соответственно. Это должен быть словарик. Я сейчас сделаю следующим образом. Если вершина не имеет ребра вообще, она все равно должна иметь пустое множество смежных вершин. Изолированная вершина, у нее пустое множество смежных. Поэтому я здесь сейчас делаю словарь через генератор словарей. Генератор списков помните? В котором я даю значение for x in i в квадратных скобках. И он выражение вычисляет для каждого значения x из итерируемого объекта. Для словарей то же самое можно делать, только я указываю теперь пару значений. Я сейчас для каждой вершинки v назначу пустое множество set for v in v. Я прошу прощения, одну секундочку. Я должен отключить этот... Тачпад мешается. О, теперь хорошо. Все понятно? Таким образом, я сейчас создал пустые множество смежностей. По сути, списки смежностей они называются, но по сути, на самом деле, множество. Я так вот их оставлю. Так, окей. А теперь я, соответственно, по всем ребрам побежал. For line in file. Первую строчку я отдельно прочитал. Все остальные строчки я побегу итеративно. По итерируемому объекту буду так считывать. Что в каждой строке лежит у меня две буквы через пробел. Вот они. Ну, название, там не обязательно буквы. Line.split. Это два названия, которые, собственно, представляют ребро. Ну, некое я назову AB. A, B. У меня граф неориентированный. Это будет означать, что в множество смежности вершины A мне нужно добавить вершину B. В множество смежности вершину B добавить вершину A. Если бы он был ориентирован, я бы второго не делал. Все. По итогам я закрываю файл и возвращаю свой словарь. В мне не требуется, потому что теперь у меня в G ключи и так представляют множество всех вершин. Просто для изолированных там будут пустые множество смежных. Так что, если я захочу множество вершин V, я его всегда из словаря G просто достану. Как там? Keys. Ладно. Окей. Все. Можно запускать. И давайте теперь... Так. Собственно, я могу прочитать граф и посмотреть на него на самом деле. Хорошо бы было, знаете, что еще сделать? Что ли, распечатать списки смежности? Давайте не будем сейчас это делать. Я лучше на этот граф посмотреть будет. Я его нарисую там на доске, например, визуализирую. Или мы запустим механизм визуализации. Который час? 0,7. Ну, значит, DFS мы успеем в ширину, только успею достать, готовый файл показать. Итак, посмотрите, какой короткий алгоритм DFS Traversal. Я здесь пользуюсь множеством visited. Множество visited. Это вершины, которые на самом деле и серые, и черные до кучи. Я здесь их не разделяю, потому что нет необходимости. Я просто факт буду. А вот, отмечаю его покрашено в множество. Первое, что я делаю, я ту вершину, с которой сейчас требуется совершать обход, я ее добавляю к визитам. Ну, грубо говоря, крашу в серый цвет. Если покрасил в два цвета, на выходе я бы перекрашивался в черный. Значит, дальше. Я начну перебирать всех соседей. Ну, на доске это называлось 4N in G-Current. А вот это очень важная штука. И перед тем, как запускать обход от соседа, говорить об звании всех своих соседей, пригласи на дискотеку. Я перед этим спрашиваю, а ты вообще как? Ты не приглашен ли случайно уже? Не находишься ли ты в серых или черных вершинах? Понимаете? У нас в данном случае not visited. Я мог бы наоборот создать себе массив или словарь, в котором бы отмечал цвета, и в нем смотреть на значение, которое там лежит. Ну, я просто завел множество visited. И в этом смысле читается очень просто. Not visited. Тогда запускаем traversal от тебя тоже. Понятно? Теперь сам суть подсчета компонент-связанности будет такая. Считать граф из этого файла. Заводим себе множество вершин. Я делаю set от G просто. Выделяю их отдельно себе. Дальше я беру компоненты. Это будет список. Дальше я беру любую вершину из множества вершин. Да, через поп. Я ее оттуда удаляю и добавляю сюда. Вот она. Дальше я говорю, создадим множество пустое, которое будет новая компонента. И запускаю от этого множества DFS traversal. Он пробегает по всем, добавляет в это множество всех, до кого может дотянуться. После чего я делаю вычитание из множества вершин вот этого множества новая компонента, а саму компоненту я как множество добавляю в список этих множеств. У меня вот список компонентов, это список множеств. Я их тут решил не красить, вот цветами. Я питоновский. А, у меня хэштаблицы за бесплатно и дешево. Вот я их, соответственно. Че? А, сейчас. Readline. Та-дам! Вот он выделил компоненты связности. Вершина Е изолированная. А, Б, В, Г связаны друг с другом. Д, Ж, З. Я так его и создавал. Если вы внимательно посмотрите, да? Д, Ж, З связаны друг с другом. А, Б, В, Г связаны друг с другом. Вершина Е не упоминается. Она изолированная. Та-дам! Красота? Красота. Последнее достаю из кармана. Готовый алгоритм. Так, где у меня тут спайдер был открыт? И вот из него сейчас мы откроем. Ну, здесь сразу приложение проверка двудольности. Проверка двудольности. Я сюда это дело сейчас перекину. Значит, сразу с проверкой двудольности. Единственное, что read-graph я не буду уже импортить. Не требуется. А вот это стандартное Q из simple Q. Чтобы не пользоваться списком. Список это плохая в FIFA очередь. Потому что удалять элементы сначала это дело нехорошее. Итак, что он делает? Он проверяет компоненту на двудольность. Одну. Соответственно, он заводит простую очередь. Кладет туда стартовую вершину. И здесь я пользуюсь цветами. Причем цвета, это у меня словарь цветов. Да? Ну, 0, 1 и 2. 2 черный. Да? Соответственно. А, черный. Синий-красный. Давайте лучше так рассуждать. Синий-красный. И он их красит. А, да. И у меня здесь отдельно множество визитов используется. По-прежнему, чтобы и компоненту выделять было удобно. Я по-прежнему множеством это держу. То есть у меня сейчас серый-черный. А, визитов. За это дело отвечает. А вот какой цвет там у кого? У меня вот они, 1, 2. Итак, что я тут делаю? Я говорю, если у меня цвет нейбора нулевой. Цвет нейбора нулевой. Подождите. А мне кажется, визит это теперь-то не нужен. Опа. Визит это у меня не пользуется. Да, не требуется здесь визит. Надо будет потом проверить там в тексте. Постараюсь запомнить. Ладно. Значит, визит это отсюда надо удалить. Не нужен он. А здесь он не пользуется? Удалим его. Не требуется. Понятно, почему он так много пишет фигни. Потому что я визит это не отмечаю. Либо надо вернуть визит это тут. И тогда я должен, отмечая вершину, где я ее отмечаю, и в калор, или в калор, return false. Значит, покраска. И, соответственно, визит это, это, соответственно, нейбор. Ну-ка, давай. О! Еще. Три given. А, я где удалил? Из компонент биопартид. В заголовке? В заголовке забыл еще вернуть. Ну, давай, дорогой. О! Теперь он однокомпонентный, но двудольный. Все, слава богу. А ты думаешь, что он мне так много написал там? Ладно. Вернемся вот к чему. Что я здесь делаю? Пока очередь не пуста, берем из нее первого, кто по очереди, перебираем всех его соседей. Я бы сделал здесь примитивную вещь. Добавил в очередь и пометил его как посещенного. Точка. Но поскольку я проверяю на двудольность, то я еще и крашу его противоположным цветом. Три минус один, два. Три минус два, один. Как раз противоположный будет. Да? Соответственно, а если он не соседний, но все-таки мне попался, то я проверяю, а как там цвет у тебя является ли он мне противоположным. Потому что если он не противоположный, то я просто бросаю все это дело и говорю, «О, не-не-не, я не двудольный». Прекращаю вообще дальнейший обход, смысл его? Понятно? А уж если я сумел добежать обход до конца, тогда я return true, тогда я двудольный. Ясно? Вот такая штука. Ладно, на этом обход в ширину принципиально понятен? В глубину принципиально понятен? У них есть море всяких приложений, теперь мы ими будем свободно пользоваться через две недели. Ладно, я думаю, что через две недели мне нужно будет... Видите, там уже у нас останется три лекции, всего семь, восемь... Ой, три. Ой. Семь, восемь, девять, десять, четыре. Что-то я еще успею вам нормальную программу рассказать. Нам нужно быть с взвешенными графами немножко еще повоевать, поподробнее. Жалко, визуализации не показал. Может, слушайте, а может, вдруг я сейчас одним взмахом смогу визуализацию? Она у меня была заготовлена там. Если я ее сразу найду. Граф ПАФ, ну-ка. Да, да, это она. Это она. Ну-ка. А-а-а. А-а-а. Ё-моё. Нет. Так не получится. У него там что-то... Нужно какой-то библиотеки доустанавливать, по-моему. К сожалению, нет. И обходов в глубину здесь. Ни в глубину, ни в ширину нет. Нет, к сожалению, я вот так сходу не достану. Нужно искать. А? Ну, в жопастер уже установлено. Она у меня и тут, по идее, должна быть там NetworkX и Matplot, Липпайплот, понятное дело. Я сейчас не буду разбираться. Где-то там я воспользовался какими-то стилями, которые что-то там требуют, как зависимость. Забудем про это всё. На этом мы с вами заканчиваем. Успешно вам сделать две ближайшие лабы. Потому что лабы-то не отменяются. То есть праздники праздниками, а делать-то их вам всё равно надо дома. Потому что учебная неделя есть. Часы на самостоятельную работу у вас прописаны. Извините, придётся воевать. Делайте лабы. Счастливо. Спасибо. Спасибо.